Всем привет! Прежде чем мы перейдем к теме про пимбары, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что единственная причина, по которой у вас не получается видеть рынок и видеть паттерны, вовсе не в том, что вы их не знаете, вовсе не в том, что вы их не видите. Эта причина находится у вас в голове. Именно поэтому я и рекомендую вам просмотреть ролики про психологию, которые действительно помогут вам в той или иной мере обладать собой, обладать своей психологией и видеть именно те причины, которые и не позволяют вам стать на ступенечку ближе к своей цели. За свою практику я встречал очень много трейдеров, которые так или иначе связывались с техническим анализом. Более того, я обратил внимание на то, что существуют люди, которые не знают совершенно технический анализ, они не понимают, что они делают в рынке, но при этом они зарабатывают. В то же время я знаю людей, которые так или иначе связаны с техническим анализом, они посвятили всю свою жизнь на изучение технического анализа, но при этом они не зарабатывают. Вы скажете, что это совпадение, но совпадений не бывает. Единственная причина, по которому мастера технического анализа не зарабатывают или зарабатывают новички, которые ничего не понимают в техническом анализе, это причина в голове. Именно поэтому я рекомендую вам еще раз просмотреть ролики про психологию, в которых действительно даны те знания, которые помогут вам, безусловно, овладеть собой. Ну что ж, давайте перейдем к теме пин-бар. Итак, существуют различные методы награждения пин-баров. На данный момент существует много споров, можно сказать, даже в какой-то мере диспутов, в какой-то мере даже срачев по поводу того, какой же должен быть пин-бар. Собственно говоря, единой точки мнения нет, потому что сколько трейдеров, столько и мнений. Но здесь можно сойтись к небольшой классике. Давайте я вам в этом ролике расскажу, что такое пин-бар в классическом понимании, а в следующих вы будете уже смотреть, что такое на самом деле пин-бар, как его определять и как его торговать. Итак, в классическом понимании пин-бар – это у нас свеча, которая имеет большую тень и небольшое тело. Я надеюсь, что поклонники великого ученого Гусева меня не будут травить. И все-таки мы сойдемся к мнению, что пин-бар медвежий в данном случае выглядит примерно следующим образом. Бычий пин-бар выглядит немного по-другому. Здесь примерно то же самое, только в отличие от медвежьего. Итак, пин-бар – это свеча, которая имеет небольшое тело и большую тень. При этом тень должна быть аномальная, то есть она не должна вписываться в обычные тени, в обычных свечей. Было бы здорово, если бы вы, конечно, сделали какую-то статистику на протяжении месяца, либо двух. Однако для этого вам потребуется очень много сил, времени и денег. Тем не менее, вы должны посмотреть на ближайшие свечи. Вам необходимо в первую очередь посмотреть ближайшие несколько прошлых дней и определить, какая тень большая, какая тень небольшая. Это нужно для того, чтобы нам отсеивать ложные входы. Дело в том, что очень часто бывает такая картина, когда у нас происходит вот такое тело свечи. Да, оно небольшое, но при этом происходит небольшая тень. Можно ли это назвать пин-баром? В определенных условиях можно. Но, тем не менее, если мы посмотрим ближайшие дни, а там аномальные тени будут иметь вот такого размера, то, разумеется, данная свеча не может называться пин-баром, потому что у пин-бара всегда аномальная большая тень. Существует мнение в классическом теханализе, что пин-бар должен обладать тенью в 2-3 раза больше, нежели само тело свечей. Так это или нет, сказать очень трудно, потому что на рынке, к сожалению, все очень кривое. Очень редко можно встретить такой пин-бар, который являлся бы идеальной классической моделью. Это можно встретить очень редко, но, тем не менее, это можно встретить. И вы будете встречать такие примеры. Как поступать вам, как отсеивать сигналы, решать, безусловно, только вам. Отмечу я только тот момент, что чем вы моложе в трейдинге, чем у вас меньше опыта, тем больше вы должны акцентировать свое внимание именно на классических примерах. Классический пример, я напомню, это у нас тень в 2-3 раза больше тела свечей. Ну, если мы смотрим, вот у нас тело, раз, два, три. Как раз вот этот и есть пин-бар. Происходит здесь все очень просто. Когда мы видим вот такое какое-то движение, и здесь происходят вот такие вот свечи. Далее происходит такой пин-бар. Это разворотный сигнал. Дело в том, что очень много людей любят искать везде развороты. Делать это категорически нельзя. Нужно понимать, где разворот можно брать, а где разворот брать нельзя. Потому что и там, и там очень часто возникает на конце разворота пин-бар, который вам намекает, да, заходи, да, заходи, рынок готов, рынок как бы вам говорит, я готов, заходи, заходи в позицию. Но при этом вы должны четко понимать, куда вы заходите. Именно поэтому мы всегда смотрим вышестоящий таймфрейм. Как вы помните из темы игры оливедения, мы используем несколько графиков. То есть мы используем, допустим, 5-минутку и 30 минут. Вы можете использовать 3 графика. Как действовать вам, решать, безусловно, только вам. Используя несколько графиков, вы всегда видите, что на нижне стоящем таймфрейме у вас образовался пин-бар. И вы входите по направлению вышестоящего таймфрейма. Только в таком случае. Потому что это сигнальная модель, которая показывает нам, что в данном случае верхние цены отвергнуты. Рынок не может идти вверх. В рынке очень много предложений, и рынок с ним явно, очевидно, не справляется. Нет такого количества спроса, который бы смог поглотить рынок, и поэтому рынок идет вниз. То же самое происходит с бычьим пин-баром. В рынке очень много спроса. В рынке настолько много спроса, что рынок не может его удовлетворить. Этот спрос моментально повышает цену актива, из-за чего происходит отвержение нижних цен, и рынок идет далее. Существует два критерия, по которому мы и определяем, брать этот сигнал или не брать. Как брать эти сигналы будет в следующих видео. Но сейчас вам главное понять следующие вещи. Во-первых, любое движение цены, как вы все, наверное, знаете, и вы знаете мое понимание рынка, вы знаете, как я смотрю на рынок. Любое движение цены – это битва между быками и медведями. Исходя из этого, пин-бар является результатом данной битвы. Пин-бар указывает на то, что в данном случае, если мы рассматриваем медвежий пин-бар, медведи победили. Медведи победили. Быки отступают. В рынке очень мало быков. Они не могут давить дальше рынок. У них нету сил. Предложение захватило рынок. Предложений настолько много, что рынок не может идти наверх дальше. Он будет падать до тех пор, пока он и не найдет спрос. Глобальный, либо локальный. Этот спрос, который появится, может тоже образовать пин-бар. В таком случае быки победили. Мы видим, что победили быки. Итак, чтобы проиллюстрировать данную картину, я вам нарисую следующее. Много людей играют в различные игры. Очень много людей играют в стратегические игры. Так, например, я ранее, ну можно сказать, в каком-то мере в детстве, играл в игру под названием Rise of Nationals. Там карта, военная карта была расчерчена на определенные сектора. Здесь находится, например, вы. Здесь находится ваш противник. Давайте я как-нибудь еще вот так расчерчу, чтобы вам было точно понятно. В таком случае, когда нападаете вы... Давайте я возьму несколько маркеров. Когда нападаете вы, вы захватываете определенный сектор. Этот сектор теперь становится ваш. Вы захватываете второй сектор. То же самое происходит и с вашим противником. Он нападает, он захватывает определенные сектора. После этого, когда вы встречаетесь, происходит битва. Битва между вами и противником. Битва между быками и медведями. И здесь происходит настолько мощная битва, что один и тот же сектор вначале приходит к одному противнику. Потом к другому противнику. После этого опять к другому противнику. И происходит такая болтанка. То же самое происходит в рынке. В рынке мы имеем определенные сектора, которые размечены. Сектора в данном случае это определенные области. Это определенные цены. И допустим, здесь у нас 10-10. Здесь у нас 10-20. Здесь у нас 10-30. И так далее. Теперь посмотрите, что происходит. Свеча открывается на уровне 10-10. Быки начинают лидировать. Быки начинают давить рынок вверх. И рынок начинает идти вверх. Он идет вверх. Я в данном случае рисую свечу. После этого рынок выстреливает резко вверх. Но здесь находятся крупные медведи, которые не пускают рынок наверх. Они подставляют свои лимитные ордера. И рынок начинает тормозиться. Рынок начинает валиться от огромного количества спроса, которое зашло. И рынок падает. Рынок падает до тех пор, пока он не находит уровень определенного предложения. Он падает и уходит вниз. И здесь происходит решающий момент. Можно сказать, в какой-то мере бьет колокол и свеча начинает закрываться. Свеча закрылась. Шартовый. И в данном случае мы говорим, что за эти 5 минут победили медведи. Таким образом, пин-бар является результатом битвы между быками и медведями. Это результат этой битвы. Результат битвы быков и медведей нас в рынке особо не интересует. Нас интересует более другое. Нас интересует, кто побеждает на уровне в текущий момент. Ведь именно на уровне мы заходим. И именно на уровне нам нужно следить, чтобы появлялись подобного рода сигналы. В таком случае мы можем сказать, что да, на этом уровне победили медведи. Значит, рынок дальше будет идти вниз. Потому что количество ликвидности, которое появилось в рынке, количество предложений, которое появилось в рынке, должно найти улетворение. Рынок должен прийти вновь к балансу. И когда он найдет этот баланс, не знает никто. Мы можем, конечно, предположить, что на каком-то уровне появится спрос в рынке. Но мы не знаем на самом деле, случится ли так на самом деле. Поэтому мы заходим в рынок. Поэтому мы начинаем шортить. Но только на уровнях. Поэтому важный момент. Нам, мы отслеживаем данные сигналы на уровне. Уровень. Если происходит какое-то движение рынка. Например, рынок идет вверх. Мы не видим эту часть графика. При этом здесь появляются какие-то сигналы с явным отвержением верхних цен. Но уровня никакого нет. Мы не можем сказать, что это результат битвы. Это в какой-то мере, можно так сказать, результат битвы на более ниже стоящих таймфреймах. Либо непонятно, что это. Мы не можем сказать, что это на самом деле. Потому что, может быть, это какой-то крупный игрок зашел в рынок. Может быть, отстопило какую-то группу людей, которые играют на более ниже стоящем таймфрейме. Мы не знаем. Поэтому мы должны искать уровень. А если сигнал у нас появился, например. Например, у нас уровень проходит вот здесь. И вот тут у нас появляется сигнал. В таком случае, при подтверждении сигнала, о чем будет сказано в следующих роликах, мы заходим в рынок. В таком случае, мы заходим в рынок, потому что это явный признак, что рынок будет идти далее вниз. При этом, помните, мы всегда играем в сторону в вышестоящем таймфрейме. Мы играем всегда по тренду. Исходя из этого, если у нас здесь лонг, и мы заходим в шорт, на вышестоящем таймфрейме будет вот такая картина. То есть, мы заходим где-то вот здесь. Следующий важный ключевой момент – это динамика цены. Большинство игроков не смотрят за динамикой. Они не обращают внимания на рыночный фон. И как знать, возможно, именно в этом является ошибка большинства игроков, которые, как вы знаете, большинство все теряют деньги. Итак, нам нужна не динамика, а давайте я запишу фон. Фон цены. Исходя из этого, если вы видите, например, картину следующую, я просто говорю это как пример. Допустим, у нас здесь есть какой-то уровень. Да, ликвиды, да, уровень, все, хороший уровень. Цена пробивает. Происходят такие пин-бары в уровень. Зайти можно. Но при этом, если вы видите, что внизу находится еще один крупный уровень, мы не знаем, хватит ли рынку сил для того, чтобы его пробить. И запас хода нам не позволяет. В данном случае, как поступать, решать, безусловно, только вам. Но при этом, мы всегда помним, что наша сделка должна быть в несколько раз больше стопа. Только за счет этого трейдеры и живут. Именно поэтому, заходить ли здесь или нет, вопрос, конечно же, безусловно, можно сказать, в какой-то мере с двойным дном. Потому что здесь очевидно, что мы не знаем, пробьет ли рынок данную область или нет. Потому что здесь находится ликвидность. Это крупный уровень. Здесь находится такая большая ликвидность, что рынку не хватит сил, чтобы победить весь тот спрос, который здесь находится. Ведь понятно, что игроки будут брать откат от этого, они будут брать отскок от этого уровня. Более того, многие люди будут выходить в данной области. Мы не знаем, как поведет себя цена далее. Поэтому здесь нужно действовать очень осторожно и смотреть, хватает ли вам риска для того, чтобы осуществить данную сделку. Потому что здесь стоп. Здесь находится ваш стоп. А здесь находится крупный уровень. И как вы видите, здесь соотношение даже меньше, чем один к одному. Здесь можно, конечно, зайти. Но если вы уверены в силах, если вы уверены в том, что рынок действительно пробьет эту область. Но, как вы все, наверное, знаете, в рынке уверенность приводит всегда к одному. Или еще другой пример. Например, случились какие-то новости. Может быть, случилось какое-то событие. Может быть, рынок открылся с ГЭПом. Может быть, произошло вот такое движение. Огромное. Посмотрите, какое огромное движение происходит. Происходит огромное движение. И здесь появляются бычьи пин-бары. Как бы говорят вам, заходи в рынок. Заходи. Я сейчас буду расти. Заходи. При этом ни уровня, ничего такого конкретного здесь не находится. Вопрос. Будете ли вы здесь заходить? Я знаю ваш ответ. Конечно же, будете. Но и в этом ключевая ошибка. Дело в том, что мы не знаем, что послужило вот этому огромному движению. Были ли это новости? Были ли это какие-то глобальные события? Может быть, это был какой-то ГЭП? А может быть, отстопило кого-то? Вы можете зайти в рынок только тогда, когда вы будете знать, что это происходит. Что происходит сейчас на рынке. Только в таком случае вы можете сказать, да, это бычьи пин-бары, указывающие на то, что мне сейчас нужно заходить в рынок. Потому что сейчас отстопило игроков, и мне нужно заходить, потому что рынок будет разворачиваться. Из-за того, что все люди будут заходить дальше рыночными ордерами, будут дальше по привычке шортить и так далее. Понятное дело, что у любого импульса будет откат. И мы не знаем, к сожалению, дойдет ли рынок до такой области, где величина нашей прибыли будет в несколько раз больше нашего стопа. Мы должны понимать и знать рынок, и все то, что происходит на рынке, только для того, чтобы знать, что происходит в рынке, и чтобы мы знали, когда закончится откат, и из-за чего он связан. Мы можем, конечно, зайти здесь, и цена действительно дойдет до наших областей, но при этом мы не знаем, когда она развернется. Потому что очень часто бывают даже вот такие картины. Очень часто бывает наоборот. И это все нужно учитывать, это все нужно понимать. Бывает небольшой откат, и потом опять еще очередное резкое падение. Более того, если мы смотрим более ниже стоящий таймфрейм, дело в том, что на более низком таймфрейме, из-за исполнения ордеров, так называемого рыночного шума, происходит очень частое появление различных пинбаров. Очень часто происходит на более нижнем стоящем таймфрейме. Именно поэтому рекомендую вам использовать как минимум 5 минутку, для того, чтобы не совершать ложных входов, для того, чтобы не заходить в такие позиции, которые бы кто-то назвал рыночным шумом. Итак, давайте же все-таки посмотрим, как выглядят эти пинбары. Значит, я тут уже наметил места. Сейчас вам все покажу. Значит, смотрите, вот у нас пинбар. Вот он. Вот видите, пинбар. Потом пошло небольшое движение вниз, но это уже в вечерней сессии было. Это, кстати, нефть. Вот еще пинбар. Здесь вообще шикарный. Очень маленькая тень. Очень, ой, вернее, очень маленькое тело. Большая тень. Вот когда вы видите подобные вещи. Тем более здесь у нас... Вот давайте я помечу, чтобы вы видели. Вот у нас уровень. Вот он. Видите уровень. Даже его можно повыше было выставить. Вот сюда. Вот видите, четко в уровень. Вот пинбар хороший. Это я чуть позже объясню, что это такое. Вот то же самое. Вот у меня уровень. Я уже выставил его. То же самое. Вот еще один пинбар. Вот тут у нас бычий пинбар. Вы видите, не сработал. То есть, в любом случае, есть какие-то нюансы. Вот это можно назвать относительно пинбаром. Тоже вот он. Видите, и тут уровень у нас. Вот он, локальный. Видите, четко в уровень. Вот он у нас. Медвежий пинбар. Давайте дальше посмотрим. Вот тоже пинбар. Вот он. Тоже небольшой. То есть, тень небольшая. Это относительно. Ну, ребят, я уже вам сказал, что на рынке, к сожалению, все кривое. Идеального не бывает. Вот еще пинбар. Вот он. Вот пинбар. Вот тоже пинбар. Вот он. А далее, смотрите, вот, чтобы показать наглядно. Я выделил, значит, места. Вот как происходит битва. Вот смотрите, видите? Вот это просто явный пример такой. Вот у нас быки давят. Потом они опять идут вниз. Потом опять идут наверх. То есть, одна сила постоянно сражается. То есть, отвоевали одну территорию. Ее потом опять захватили. Потом опять отвоевали. И так далее, и так далее. И мы следим, что будет происходить дальше. Какая будет реакция цены. Что нам покажет рынок. Тут та же самая картина. Вот битва. Вот здесь явно есть ликвидность. Потому что цена пытается всю эту ликвидность поглотить. У нее ничего не получается. Она отступает. Опять пытается поглотить. Опять ничего не получается. Опять отступает. И опять идет движение. Опять та же самая ситуация. И вот уже на следующий день. И то на следующий день мы ушли наверх. Потом опять вниз убежали. И опять вот этот уровень. 49, 54, даже 50 можно поставить. Круглый, чтобы был. Явно здесь присутствует какая-то ликвидность. Явно здесь присутствует чей-то интерес. Тут та же самая картина. И вот здесь примечательно то, что вот тут пин-бар. Но он тоже у нас не оправдался. То есть бывают ложные входы. Действительно. Но если учитывать общую динамику, как я вам говорил. То тут бы не было никакого входа. Потому что мы видим, что вот у нас экстремум повышается. Соответственно, здесь никаких разговоров о покупках. Конечно, если вы рисково-агрессивно торгуете. То да, здесь нужно было даже заходить на шорт. Но если мы говорим о каком-то более-менее консервативном торговле. То здесь входа на шорт не было. Потому что тренд у нас очевиден, что ланговый. Вот на вот этом участке рынка. И соответственно никаких входов здесь нет. Точно так же, как и здесь. Тем не менее, он все равно оправдывается. В общем, следите за каналом, ребят. Вот, кстати, еще пин-бар. На самом деле их очень много. Их нужно фильтровать. Смотреть объемы. И это к вопросу о покупке нормальной платформы. Лучший способ благодарить автора. Это написать совершенно любой комментарий. И оценить данное видео. Делитесь данным видео со своими друзьями в социальных сетях. Пишите вопросы, которые вас интересуют. Всем удачи. Пока. Зарабатывайте. Субтитры сделал DimaTorzok